13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». В микрофон сегодня работает Светлана Занько. На свое особое мнение высказывает Федор Сураев, депутат областного законодательного собрания «Справедливая Россия». Федор, добрый день. Здравствуйте. Ну, этот вопрос я заранее подготовила для нашей сегодняшней программы и уже обсудили вкратце с вашими коллегами, которые приходили в первую часть дневного разворота. Это по реакции на ваше выступление на пленарном заседании областного законодательного собрания по формированию Общественной палаты Кировской области, конкретно по списку от ОЗС. Вы несколько вопросов задавали коллегам, в частности, по какому принципу формировался список из 16 кандидатов, какой смысл существования Общественной палаты, и сами себе отвечаете. Партия власти хочет создать видимость демократической деятельности и участие граждан общественно-политической дискуссии. Все члены, утверждаемые ОЗС, несмотря на изменения в законе, по-прежнему фактически выдвигаются политическими партиями. Почему вы пришли к таким выводам? Потому что ваши коллеги пояснили нам в эфире, что они выдвигаются некоммерческими организациями, а партийная их принадлежность, которая была в списках обозначена, это только сигнал партиям, что они должны временно приостановить членство этих кандидатов в своих партиях. Почему вы решили, что все-таки это выдвиженцы политических партий, а не некоммерческих организаций? Ну, отвечая на этот вопрос, наверное, придется мне так приоткрыть заявку ЗАГСобрания и то, что там происходит внутри. До этого были совещания. Нас пригласил Альмир Васильевич и представителей фракции. Вот. И был предложен такой вариант, что 10 кандидатов будут представлять единороссы. А, нет, 12, 12, да. 12 единороссы, 2 от ЛДПР, 1 от коммунистов и 1 от справедливой России. Вот. На что было ему сделано встречное предложение. Ну, я сразу обозначил свою позицию, что такого количества недостаточно для представительства в общественной палате. Вот. Было выдвинуто встречное предложение по 2 от представителей, от партий оппозиционных. Да. И остальные, там, 10 от Единой России. Вот. На что конкретного ответа не получил. Вот. Нам сказали, что подумают. И в итоге мы перед пленарным заседанием видим список, в котором 11 представителей от Единой России, 2 от ЛДПР, 2 от коммунистов и 1 от справедливой России. Вот. Почему так получилось? Потому что, видимо, наши кандидаты не устроили кого-то там, не знаю, руководство Единой России. А ваши кандидаты были? Да. Наш кандидат, который мы устроили, это был Алексей Кузьмин. Очень хорошо знакомый нашим служителям по программе «Особо мне». Да. Да. И, ну, наш активный член партии, вот, и бывший депутат Гордумы, активный человек, который имеет свое личное мнение, активную позицию, не боится ее рассказывать. Вот. Видимо, с этим и связано то, что его кандидатура не устроила руководство Единой России. Это был второй кандидат, первый захватки, насколько. Да. Который прошел. И он уже был участником членов общественной палаты, а вот Алексей Кузьмин не прошел. И вы не знаете, по каким причинам и как отбирались кандидаты? Ну, я так полагаю, что по партийной принадлежности, как и раньше, это было. А почему, вы думаете, депутаты в массе своей согласились с таким решением и именно так действовали, голосовали? Ну, видимо, была установка от руководства фракции. Единой России. Единой России, да. Ну, на самом деле, я ожидал немножко другого голосования, что все-таки депутаты будут более едины в своем выборе. Но, как показала практика, что какие-то кандидаты больше нравились, какие-то меньше. Но в целом список устоял и никаких изменений не претерпел. Кто-то из ваших коллег по областному законодательному собранию с вашей позиции согласился, вас поддержал? Ну, у нас была поддержка от руководства ОДПР. Вот. Ну, в общем-то, все. Я так полагаю, что коммунистам то, что два представителя им выделили там, и их устроило. ОДПР, в принципе, тоже устроило. Но нас такое положение дел, конечно же, не устроило. Ну, такой список, получается, с ваших слов, мини-областное собрание, да, в представительстве общественной палаты. Да. Мы, на самом деле, вообще... То есть, большинство членов Единой России, и по чуть-чуть, так, чтобы было не обидно... Мы, на самом деле, вообще удивились такому подходу, потому что, ну, во-первых, изменился закон, да, в котором четко сказано, что членами общественной палаты, членов общественной палаты могут выдвигать только общественные организации. И коммерческие общественные организации, и политические партии больше этого делать не могут. Поэтому, когда к нам обратились, мы сначала удивились, сказали, зачем тогда вообще, в принципе, менялся закон, нам сказали, ну, списки подготовьте, мы там посмотрим, дальше порешаем. Вот. Ну, получилось, вот как получилось. Ну, кстати говоря, вам вину Роман Цитов, который был на дневном развороте, ставил отсутствие ваше на вот этих комитетах, где обсуждали списки. Он сказал, на первый взгляд, вполне резонно, если вы не согласны были, надо было это высказывать на комитетах. Ну, отсутствие на комитетах, я думаю, причина объективная была. Я находился в отпуске за пределами Российской Федерации, поэтому физически не мог на них присутствовать. Вот. И в первый же день своей рабочей я появился и приступил к своим обязанностям в ЗАГС Собрание. А вот такой процесс формирования, который сейчас вы описали, формирования списков областного законодательного собрания, как скажется, на ваш взгляд, на работе общественной палаты? На развитие гражданского общества, на поддержку демократических институтов? Ну, смотрите, вот, чем меньше там представителей, действительно, тех слоев населения, которым требуется защита или высказывание своего мнения, вот, и чем меньше там таких представителей, тем меньше толку от общественной палаты, потому что меньше мнений будет высказываться, меньше полярных мнений, то есть и также будет продавливаться массой своей какие-то мнения, решения какие-то. Ну, понятно, что практически орган ничего не решает, то есть законы никакие не принимает, полномочий у них не так много, на самом деле. Вот, но они хотя бы мнения свои высказывают. Вот, а тут нам даже препятствует высказывание собственной позиции. Вот, поэтому я и высказывания такие себе позволил. Напоминаю, что это особое мнение Федора Сураева, депутата Законодательного собрания Кировской области. Немного о перестановках в областном Законодательном собрании. Глава комитета по социальным вопросам сменился, да, пришла тоже представительство Единой России, госпожа Буркова, она заменила Гущина. Дело, вообще, эта рокировка, эта замена вызвала какое-то обсуждение, или вот лично вы и, может быть, депутаты от вашей партии согласны с этой кандидатурой? Ну, во-первых, до этого Сергей Гущин, который занимал эту должность, он свои обязанности сложил добровольно, написал добровольное заявление. Мы это решение поддержали. То есть я не знаю, действительно ли это было так, или было давление какое-то оказано на него. Но раз человек выступил, мы ему поверили, поэтому решение поддержали. Что касается кандидатуры вот нового руководителя этого комитета, то, ну, в принципе, фракция Единая Россия может принимать эти решения без нашего участия. Поэтому мы тут также возражать не стали, раз уж они приняли такую тактику узурпации всех решающих должностей. В ЗАГСобрании. В ЗАГСобрании, да. И не предоставляют возможности представителям других фракций участвовать в этом процессе. Ну, пусть будет так, но и тогда ответственность полностью лежит на фракции Единая Россия. А нужно пояснить нашим слушателям, что все комитеты возглавляют только представители Единой России на данный момент в областном законодательном сотруднике. Все комитеты, все комиссии, все комитеты и, по-моему, даже только один зам председателя комитета является представителем оппозиционной партии. Остальные все, даже все главы и все замы. Ну, это какая-то непораженческая или это позиция, которую вы сейчас озвучиваете? Раз уж так решила Единая Россия, ну и бог с ними, пусть у них так все и будет, пусть они возглавляют все, что только можно в ОЗС, но только несут ответственность. Это вот как-то меня смущает. Ну, а как мы тут можем повлиять? Мы только если покричать можем, поругаться, все. В принципе, если они большинством голосом любые решения принимают, то нам тут сложно на это как-то влиять. Возникает ощущение, что в рядах членов оппозиционных партий, которые представлены в областном законодательном собрании, нет достойных кандидатов, чтобы возглавить комиссии? Ну, может быть, не было у желающих, я не знаю. От партии вашей кто-то претендовал? От нашей фракции нет претендентов, не было. Не было претендентов? Нет. Ну, а с самой госпожей Бурковой вы знакомы? Считаете ли вы ее достойным кандидатом для того, чтобы возглавить социальный комитет? Если честно, лично с ней не знаком, она недавно стала депутатом ЗАГСобрания, она пришла на освободившееся место, поэтому познакомиться не успел, пообщаться лично тоже не успел, плохого ничего не могу сказать, но и хорошего тоже не знаю. А вы входите в состав социального комитета? Нет, в состав социального комитета я не вхожу, я вхожу в состав комитета по огородным вопросам и в состав бюджетного комитета. Да, и это Федор Сураев, он в программе «Особое мнение». Сегодня на волнах нашей радиостанции прервемся на полминуты. Продолжается наш эфир, это программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько, а свое особое мнение высказывает депутат областного законодательного собрания, представитель «Справедливой России» Федор Сураев. Пенсионная реформа на повестке, еще долго будет на повестке, если не всегда. Сейчас уже понятно, что предложение «Справедливой России» заморозить принятие решения по запуску пенсионной реформы не удалось провести в решении, но в оставшиеся два месяца, наверное, можно будет провести, продавить какие-то существенные дополнения к реформе. Например, годные санитарно-курортные лечения, об этом говорят, бесплатные социальные проекты, такие, как в Москве, московское долголетие, здесь мы неоднократно обсуждали прочее. У «Справедливой России» сейчас есть конкретные предложения для внесения в Госдуму, касающиеся вот таких социальных мер. Что касается нашей фракции, ЗАГС Собрания, у нас конкретных таких предложений нет, потому что мы, в принципе, выступали вообще против повышения импульсового розыска. Ну, теперь уже всё, теперь уже будет очевидно, что реформа в том или ином виде будет принята и будет работать, и есть возможность в какой-то промежуток времени всё-таки существенные дополнительные меры закрепить. Ну, очевидно, не очевидно. Это будет очевидно, наверное, когда закон будет принят и подписан президентом, тогда это будет очевидно. А пока прошло только первое чтение, и только 10 регионов высказались в поддержку этого закона. Поэтому мы надеемся всё-таки на то, что общественность будет активнее выступать против этого решения, будут собираться множество подписей, и моя надежда на то, что на «Единую Россию» всё-таки удастся каким-то образом повлиять именно общественное мнение. То есть в рядах «Справедливой России» как минимум в нашем регионе пока что нет никаких идей, которые можно было бы вот сейчас обсуждать и продвигать, в том числе и через Госдуму? Нет, у нас таких предложений нет. У нас есть предложение не повышать пенсионный возраст. Хорошо. Может быть, лично у Фёдора Сураева есть какие-то мысли, что должно сопровождать пенсионную реформу? Какие программы? Пенсионную реформу, я думаю, что всё-таки, во-первых, должно сопровождать фактическое увеличение подзарства. Продолжительности жизни. Да, продолжительности жизни. Она должна будет повыситься до 78 лет. Вот должна будет, то есть сейчас это только в прогнозах. Это только в прогнозах, и говорится, что это прогнозы довольно-таки точные, но давайте сначала дождёмся этих сроков, когда всё-таки продолжительность жизни увеличится фактически, и тогда, конечно, нужно будет нам повышать пенсионный возраст. С этим я полностью согласен. А пока это только в каких-то далёких прогнозах, которые, ну не знаю, я ставлю по сомнению лично эти прогнозы, и на мой взгляд любые прогнозы не могут быть достоверны на 100%. Поэтому давайте поживём, увидим, а когда это достигнем, таких цифр, тогда и приступим к повышению пенсионного возраста. А значит ли это, что сейчас в течение этого времени справедливо-россы кировские будут просто сидеть и наблюдать, что происходит? Нет, мы не будем сидеть и наблюдать. Мы будем активно участвовать в общественной жизни, собирать подписи в поддержку отмены этого закона. Сидеть с лажа руки мы не намерены. На что влияют эти подписи? Эти подписи, ну, я всё-таки надеюсь, что они смогут повлиять именно на депутатов Единой России, которые увидят, сколько людей неравнодушных, сколько людей против принятия этого закона, и, может быть, кто-то задумается над этим и проголосует в соответствии с своей совестью, а не так, как им сказано из руководства партии или из правительства. А не лучше ли в данной ситуации принять уже это решение и понимание того, что пенсионная реформа будет введена, возраст будет повышен, но начать формировать предложения для региональных властей, как, собственно говоря, и повысить возраст, пусть не до 78, не знаю, до 74, и какие социальные проекты и программы необходимо разработать и реализовать в Кировской области. Вот над этим конкретно задуматься. Есть данность, пенсионный возраст будет повышен, пенсионная реформа вступит в действие. Проанализировать ситуацию в Кировской области, что не устраивает при поддержке пенсионеров и людей предпенсионного возраста, что нужно внедрять. Вот на свече же они задумывались. До того, как была объявлена пенсионная реформа, мало того, что, в принципе, пенсионеры московские лучше живут, чем мы, наши пенсионеры, у них и пенсия выше, и инфраструктура получше, они еще внедрили этот проект в феврале месяце московское долголетие, который направлен и на социализацию людей, и на то, чтобы они могли вести здоровый образ жизни, развиваться. В общем, этот проект, насколько я понимаю, вы с ним не знакомы, Собянинский проект с февраля месяца в каждом районе Москвы, в социальных учреждениях, в фитнес-залах по договору с властями Москвы, в других образовательных учреждениях открыты бесплатные группы, которые доступны абсолютно всем москвичам, где они могут сниматься всем, от лечебной гимнастики и скандинавской ходьбы, и йоги до иностранных языков, компьютерной грамотности или каким-то домоводством. В общем, чем только душа не пожила. У нас таких масштабов, конечно, нет. Ну, понятно. Ну, смотрите, во-первых, надо понимать, что пенсионная реформа – это все-таки федеральный законопроект, и мы с Закцсобранием Кировской области можем только выразить свое мнение в поддержку, либо в неподдержку. Какие-то меры поддержки на уровне нашего региона, конечно, можно все это проработать, можно придумать, но возникает один вопрос – источники финансирования. Всем известно, что регион у нас эстационный, и нам сразу будет задан логичный вопрос – какие источники финансирования? То есть где взять средства на то, чтобы какие-то бесплатные услуги предоставлять нашим гражданам? Потому что понятно, что бюджет города Москва и Кировской области – они несопоставимы. И откуда взять эти средства, мне пока непонятно. Ну, пока еще не обдумывались вообще никакие программы, и сразу же вы определяете аргумент об отсутствии средств. Это очень похоже на действия, например, каких-нибудь муниципальных чиновников, которым говорят, что нужно покупать крупномерные деревья, а не палочки откапывать на обочине. Они тоже говорят, что средств нет, а потом выясняется, что просто средства зарываются в землю, не туда вкладываются, неэффективно расходуются. Может быть, имеет смысл сначала подумать над программами, а потом уже подумать за счет каких средств. Или сначала нужно изыскать средства, а потом под них придумывать программы. У нас очень хороший в этом смысле пример Кочаровского парка. Тоже говорили, денег нет, денег нет на благоустройство, на зеленые зоны. Потом свалились федеральные деньги внезапно, а может такое случится сейчас с пенсионной реформой, но только под конкретные проекты. В результате достали старые проекты, вот то, что мы получили. Кочаровский парк – это просто как символ вот этого позиции чиновников. Денег нет, а когда они есть, имеем, что имеем. Вот Дмитрий Александрович Курдымов, когда пришел на должность зампреда, ведь тоже все говорили, как нам реконструировать наши больницы, чтобы были новые палаты, красивые фасады, новое оборудование. Денег-то нет, но он смог как-то так построить работу в медицинских учреждениях, что они на глазах преобразуются. Понятно, но это вот как раз должна работа вестись с подачей правительства. Если будет от правительства какая-то инициатива, то мы, конечно, поддержим такие инициативы. Потому что мешает депутатам с инициативой выйти. А депутатам мешает с инициативой выйти как раз вот и аргумент. Особенно если это будет инициатива от оппозиционных партий, то сразу любимый аргумент – источники финансирования. Не занимаетесь тут популизмом, денег нет и не будет. Да, вы тут не придумываете популизмом, не занимаетесь, денег все равно нет. И взяться им неоткуда. Но раз так, то зачем проводить огромный объем работ, и потом получать отказ, ну, не очень приятно, на самом деле. Это особое мнение Федора Сураева. У нас остается две минуты до следующего перерыва. Начнем, пожалуй, следующую тему. У нас на повестке дня много трендов, которые обозначил Московский урбанистический форум. Надо сразу сказать, что решения, которые озвучиваются, и предложения на этом форуме, сразу непосредственно сказываются на действиях властей, муниципалитетах по всей стране. Так вот, Владимир Владимирович Путин на пленарном заседании Московского форума предложил следующее. Ну, во-первых, он сказал, что правительство намерено реализовать масштабную программу пространственного развития России, преобразовать большие и малые города, построить инфраструктуру сельских территорий. Мы видим, что вот как раз пришли деньги по БКД, безопасные и качественные дороги, комфортная городская среда. И предложил следующее. Подумать над тем, чтобы запустить механизмы конкуренции региональных и муниципальных властей в создании комфортных, лучших условий для жизни людей. Что значит механизм конкуренции региональных и муниципальных властей? Что он подразумевает, как вы думаете? Ну, на мой взгляд, это именно конкуренция между разными формами. То есть между городами, между поселениями, между областным центром. Ну, очевидно, что, наверное, будет оценивать эффективность работы в этом направлении, да? Вот, ну, кто-то хуже, кто-то лучше. Какие будут делать... Это как-то будет сказываться, вы думаете, на финансирование, например, этих программ федеральным? Или вообще на том, останутся ли чиновники на местах, где они работают? Так далеко зайдет? Не знаю. Мне бы хотелось, чтобы это сказывалось именно на оценке деятельности тех чиновников, которые работают на местах. Не знаю, в каком виде это будет, но мне бы хотелось, чтобы это... Еще он сказал, что можно предусмотреть стимулы для эффективных управленческих команд и четкие стандарты, критерии качества работы. Ну, то есть вот конкуренция, выявили эффективные и четкие команды, и какие-то стимулы там возникают. Я не очень понимаю, какие стимулы для управленческих команд, может быть. Что он имеет в виду? Больше денег региону или продвижение по карьерной лестнице? Ну, это может быть и то, и другое. И больше денег конкретному региону, и, допустим, перестановка в какой-то другой, более значимый регион, или более крупный город, или, может быть, приглашение в эту же столицу для решения каких-то задач. А как Вы думаете, город Киров и Кировская область готовы к такой конкуренции? На данный момент, мне кажется, не совсем. Не совсем. Просто как еще оцениваться будет, то есть, там, эффективность потраченного рубля или, там, довольные жители, то есть, по каким параметрам будет оцениваться, пока непонятно. Прерывается на полтора минуты. Это особое мнение Федора Сураева. Никуда не уходите. Продолжается программа «Особое мнение». В микрофон работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает Федор Сураев, депутат областного законодательного собрания. Смотрите, но более частный вопрос. Мы снова идем по урбанистическому форуму. Я этот вопрос только что задавала губернатору Кировской области, который был в нашем эфире буквально час назад. Первый – это был общий тренд, который Владимир Путин обозначил, в том числе и конкуренция регионов, и выявление эффективных и неэффективных чиновников. Путин и частности тоже касался, приводил пример. Например, он сказал, что резко должна повыситься ответственность собственников пустующих территорий. Речь идет о тех собственниках, которые в свое время получили участки земли, или, например, старые промышленные зоны, или владельцы недостроенных зданий. Их ответственность должна быть резко повышена. Требования, понятно, озвученные президентом. Такие пустующие объекты должны служить городу и людям, должны работать на горожан, отвечать их требованиям. У нас в городе таких объектов очень много. Посмотрите на всю промзону на заводской, что там только нет и что только не пустует. Вот здесь у нас, на Дериндяе, у театральной площади, пустующий, но уже проданный муниципальными властями, завод тоже стоит инструментальный. А что вы считаете нужным предпринять в этом отношении властям нашего города, конкретно Кировой? Надо ли с этим что-то делать или нельзя трогать частную? Есть она и есть. Вот когда захочет собственник, тогда и будет развивать. Пусть пустует. Ну, может быть, стоит вносить сразу какие-то требования уже в договоры при реализации таких объектов, чтобы... Они проданы. В Кирове продано всё. Это понятно, что продано. Просто при продаже можно было... Уже нельзя было. Уже прошло это, Фёдор. Вот есть собственники. Давайте говорить о том, что есть конкретные собственники. Но объекты, которые они приобретены, пустуют. Путин сказал, должна повыситься ответственность. Каким образом? Ну, если он сказал... Вы тоже собственник, да? У вас есть завод. Он не пустует, слава богу. А вот рядом с ним находится территория, которая уже тоже в собственности. Но собственника рук не дошли. Он не видит пока экономической эффективности, целесообразности. Или у него вообще нет средств на то, чтобы что-то там развивать. Надо с этим что-то делать? Нет. Ну, а зачем покупать, если нет средств? Ну, люди покупали это 5, 10, 15 лет назад. Про запас. По бросовым ценам, возможно, были деньги. Сейчас нет. Разные могут быть принципы. Но мы имеем то, что имеем сейчас. Вот что с этим делать? И надо ли с этим что-то делать? Ну, раз президент сказал, я так полагаю, что это вылезется в какой-то законопроект, где будет ответственность прописана на таких собственных. Мне интересует Ваше личное мнение. Ваше особое личное мнение. Моё личное мнение, конечно, ответственность за это должна быть какая-то. Но ответственность эту нужно прописывать изначально в договор купли-продажи участков или этих объектов. Что новый собственник обязуется каким-то образом либо осуществить застройку, либо осуществить какую-то... Ну, не осуществил, Фёдор. Всё, проехали этот момент. Скуплено у нас, вы же знаете, в городе скуплено и сюда. Значит, какая-то ответственность уже должна быть прописана в договоре. А если она не прописана? Если не прописана, значит, вот наш уважаемый президент... Ждём, когда президент займётся заводом индустрии... по производству... Бывшим заводом по производству. Если выйдет какой-то законопроект, я так думаю, что эти объекты могут сменить собственников, либо там всё-таки начнутся какие-то инвестиции. Город с этим что-то может сам сделать? С расстоятельного движения, чтобы начать? Пока законодательной базы для этого нет. Не может? Пока нет. То есть пока правительство Российской Федерации и Госдума законодательную базу не подготовит, не может город с пустующими объектами сделать ничего? Пока ничего не может. Хорошо. Это особое мнение Фёдора Сураева. Пойдём дальше. Смотрите, вот когда говорят об урбанистике, и когда говорят о городах, о сравнении... мы всегда любим себя сравнивать с Казани, потому что она рядом. И мы видим этот пример, да? Иногда с Южкоровой. Иногда с Москвой. Скептики первым делом, как и вы, вот сейчас в отношении социальных программ, указывают на разницу в бюджетах. Вы согласны, что деньги и бюджет – это главное условие реализации инфраструктурных проектов в конкретных городах? Наверное, всё-таки да. Наверное, всё-таки это основное условие, которое мешает для того, чтобы наш город развивался. Потому что недостаточное финансирование. Ну, если денег нет, то и что делать с этим? Но с другой стороны, когда денег недостаточно, люди задумываются о том, как более эффективно их использовать. И вот как раз в этой эффективности можно найти ключ к успеху. То есть, если наш потраченный рубль будет эффективнее в два раза, чем потраченный рубль в Казани, то, в принципе, мы можем достичь неплохих результатов. Эффективность траты денег от чего зависит? Ну, как, от многих показателей, от многих факторов зависит. От выбора подрядчика, от выбора материалов, от выбора вообще, что там будет на этом месте сделано и построено. Ну, то есть, это всё-таки решение конкретных людей в конкретной городской администрации или Думе. То есть, компетентность их и желание так работать. В этом человеческий фактор? Да. Это вы имеете в виду? Да, только человеческий фактор. А как вы оцениваете нашу команду администрации Городумы? Они вот сейчас готовы на новые рельсы ставать и работать, и находить эффективные способы использования средств? Для того, чтобы соответствовать тем критериям, которые Путин назвал. Какие должны быть города, он говорит, да? Какие они должны быть? О том, что они должны быть современные, экологичные, новейшие архитектурные, параллельческие решения реализовываются. Города для людей? Ну, я всё-таки надеюсь на это, надеюсь на это, но пока таких результатов я не вижу. Ну, а что делать-то с этим самым пресловутым человеческим фактором? Что делать? Ну да. Кто виноват и что делать? Не знаю. Либо как-то выстраивать работу существующей команды, либо подбирать новую команду. Посмотрите, очень интересная тоже новость пришла, она касается пулосоветников губернатора. Буквально накануне распространены были новости, что члены команды КВН, Вятка, стали советниками губернатора, и он вручил им корочки. Для чего КВНщики в советниках губернатора? Ну, честно, не знаю, наверное, всё-таки у него лучше спросить, для чего. Не спрашивай, а вы как думаете? Вы не слушали, да, эфир? Нет, если честно, я не слушал. Потом скажу вам, что он ответил. А вы как думаете? Может быть, они шутки будут для него готовить какие-то? Нет, я не... Ну, губернатор и так остроумен, отличается наш. И так отличается, да. Ну, тогда я теряюсь догадкой, зачем нужны ему такие советники, и будут ли эти советники выполнять те функции, которые обычно возлагаются на советников. Вы себе представляете, какие функции вообще на советников губернатора возлагаются? Ну, советник прежде всего это человек, который советует, да? То есть, если... То есть, он компетентен в каких-то вопросах? Да, в каких-то вопросах. Другая, иная точка зрения, взгляд со стороны. Да, взгляд со стороны. КВНщики, неужели у них нет определенного взгляда, например, на молодежную политику? Ну, наверное, есть. Наверное, есть, я думаю, да. Вот уже вы думаете, что может быть что-то и правильное в этом решении есть, да? Может быть, может быть что-то есть, да. Здравый смысл в этом может быть есть. Вот смотрите, КВНщикам отдали одну комнату во дворце молодежи, которая называется дворец молодежи, правда, больше, на мой взгляд, похож на разрушающуюся такую хибару. Ну, дворец молодежи называется. Там у них одна комната, и теперь дворец молодежи называют дворцом КВН. Ну, может быть, тогда уж раз там есть советники, команда наша в полуфинал выходит, и как-то на них рассчитывают, и систему КВН хотят поднять. Может быть, дворцом молодежи заняться? Превратить его в нечто иное? Я к тому, что вот когда заходишь в такой дворец по старым разбитым лестницам, все равно пахнет архайкой, да? Старое разрушающееся здание, а тут тебе о возрождении говорят. Или такие формальные вещи не имеют значения? Ну, не знаю, если есть средства на этом, почему бы и нет? Пять денег. Ну, конечно, конечно, любые решения, это в любом случае финансовые вопросы затрагивает. А так, в принципе, к КВНщикам, на самом деле, я очень хорошо отношусь. Это всегда активные такие молодые люди, которые там... И даже не молодые есть активные КВНщики. Ну, и тоже КВНщик, КВНщик урознили. Они же все разные люди, это их когда-то там объединяло все вот это вот. Когда они учились в институтах, они все давно уже закончили учебные заведения. Сейчас кто чем занимается, кто бизнесом, кто еще чем-то. Вот, и поэтому так вот... Ну, есть, конечно, что-то, что их объединяет. Это вот любовь к Игореву КВН. Вот. Не знаю. Не знаю, на самом деле, насколько будет успешно их сотрудничать. Сами на игры будете ходить? Если они будут здесь проходить, в фестивале КВН? Наверное, нет. Наверное, нет. Ушел у меня уже тот возраст, когда я интересовался этими делами. Я когда-то сам даже очень-очень давно выступал в команде КВН Кирсского промышленного колледжа. Это был параллель. Ну, сейчас есть время заниматься другими вещами. Самое яркое событие лета, еще, слава богу, не прошедшего, но уже уходящего в Кирове. В Кирове? Ой, даже не знаю. Мы обсуждали с губернатором как раз афишу, событийность, что нужно город насыщать событиями, чтобы людям было интересно выходить из-за. Ну, день города, наверное, у нас самое яркое событие. Вы выходили на день города? Вы были там? Вы видели мероприятия? Нет. Нет? Нет. Я не был там. Так, все-таки... Я не был. Видел салют, я видел так мельком, как летали вот визизи наши русские на самолетах. Вот, тоже яркое такое событие в нашем городе. То есть, витязи получается? Да. А больше назвать вам нечего? Вы больше никуда не выходили? Нет, это показательно просто очень. Чем мы занимаемся? Что я еще слышал о жизни нашего города? Ну, вот, Великолепский резко... Нет, не слышал. Был сам, сам участвовал. Сам участвовал. Ну, тогда нет. Наблюдал из-за окна салюта витязи? Да. Нет, нет. Салют я наблюдал с театральной площади. А, вот так. Да. Да, ну, просто будет интересно. Мы сейчас, я у всех буду спрашивать, об этих вещах, потому что мы будем обсуждать, безусловно, эту историю. Губернатор предложил вот сейчас в эфире создать некий там комитет, где активные люди могли бы предлагать о том, предлагать то, что нужно проводить в Кирове, наполнять как раз событийностью жизнь города. Вот я чувствую по вам, что за почти два месяца в Кирове ничего не происходило, чтобы вывело вас из вашей среды, из дома, с работы и заставило поучаствовать в каких-то мероприятиях. Это показательно. Посмотрим, как будет меняться ситуация. Спасибо, Федор Сураев. Это его особое мнение вы сейчас слушали. У микрофона работала Светлана Занько. Всем хорошего дня.